У нас с вами на ремонте вот такой вот мини-культиватор фирмы Чемпион. Причина обращения не заводится. Вышли на улицу, попробовали, думали завести. И сразу выяснили причину поломки. А именно, здесь нет компрессии, скорее всего, цилиндропоршневая группа задрана. Поговорили с человеком, обкатывал на холостом ходу три бачка. Вот вам и результат. Хотя говорит, что в принципе двигатель почти новый. Видите, никакой компрессии практически нет. Сейчас пойдем менять поршневую. Все это заснимем. И выйдем, попробуем, заведем. Вот он наш с вами мини-культиватор, на котором будем менять поршневую. Нет компрессии. Но для удобства, для удобства съемки больше. Сейчас я откручу вот эти вот два болта. Сниму ручку. Ну, ее и так, и так надо будет снять, потому что у нас надо будет кожух снимать и поршневой, он будет мешать. Вот, сейчас я откручу, сниму. Вот, и мы продолжим. Снял ручку, открутил болты, скинул фрезы. Ну, как оказалось, и этого мало, потому что китайцы нам не оставляют выбора. Придется снимать и вот этот вот защитный кожух, ну, крыло. Потому что вот этот болт под отвертку мы не открутим. Вот, пока не снимем. В дальнейшем я бы, конечно, посоветовал просверлить вот здесь вот отверстие, чтобы через него можно было простой отверткой добираться до этого винта. Ну, а мы сейчас просто скинем вот эти четыре болта, снимем это крыло и открутим этот винт. И так, теперь, когда мы обеспечили себе хорошее рабочее пространство, мы приступаем к разборке. Вот, сразу все будем снимать, потому что сейчас это сделать удобнее, когда поршневая прикручена. Снимем сейчас сразу карбюратор, пластиковый кожух, вот этот свечу. Все это сразу открутим. И будем откладывать все это дело в стороночку. Здесь у меня под шестигранник на четыре винты. Откручиваем их. Их два штуки здесь. Карбюратор мы пока трогать не будем. Я имею в виду разбирать его, потому что его потом можно будет легко здесь снять и посмотреть, если же с ним что-то не так. Если же с ним все в порядке, то нечего туда и лезть. Прямо на шлангах пусть так он и остается. Откручиваем пластиковый кожух. Здесь у меня тоже подотвертку. Я просто уже как бы знаю, куда какие винты. Вы, конечно же, когда разбираете, все это разлаживайте аккуратненько, отдельно, чтобы потом не думали, куда какой винт прикручивается. Снимаем свечку. И скидываем пластиковый кожух. Убираем его в сторонку. Так, сразу откручиваем глушитель. Глушитель откручивается шестигранником на 5. Тяжеловато идет, да? И здесь еще третий, вот он, винт, подотвертку. Снимаем, смотрим. Как я и предполагал, вот они, задиры. Их видно очень прекрасно, даже невооруженным глазом. Тут только замена поршневой, больше ничего не спасет ситуацию. Сразу скрутим теплоизолятор. В данной модели подотверточку. Ну, может так же быть и под шестигранник на 4 в основном. Прокладочку аккуратненько постараемся снять. Вот она прокладочка. И скручиваем сам цилиндр. Здесь винты будут закручены сильно. Поэтому будем их... Так, откручиваем. Аккуратно. Чтобы не слезать грани болтов. Потому что потом выкручивать... Аккуратно. Выкручивать будет очень проблематично, если грани шестиграника слишутся. Так. Аккуратно. Аккуратно. Последний. Нормально. Нигде ничего не слезали. Все. Очень и очень хорошо. Так, теперь надо поднять цилиндр вверх. Попробуем мы сделать это аккуратно, не повредив прокладку. В принципе это ерунда, хотя это нормально. Вот. Смотрим, тут у нас задиры и более того, даже смотрим, у нас там, вон он, очень сильный механический еще удар. Что-то, видать, может и нагар, хотя нагар не сильный. Ну, чтоб зуда ударило. Вот. Проверяем коленвал. Коленвал одного цвета. Все в порядке. Вот они, видите, задиры, покажу вам поближе. Прямо ребристый поршень стал шершавый. Это уже, конечно, не исправить. Только полностью поменяем поршневую. Сейчас мы снимем поршень. Снимаем стопорные кольца. И заталкиваем палец. Палец может выходить и туго. Придется даже, может быть, немножечко стукнуть. Поэтому, ничего страшного, такое бывает. Вот они, видите, тепловой задир. Одно кольцо вообще залегло. Второе ходит, но это все без толку. Все это меняется. Подшипник, смотрим. Подшипник в порядке. Коленвал в порядке. Если есть возможность, желательно еще просмотрите рубашку подшипников, чтобы здесь и здесь было в порядке. Я сейчас посмотрю. Под камеру мне неудобно. Вот. И... В стороночку. И поставим новую поршневую. Чтобы прочистить остатки внутри там от всякой примеси, может быть, там что-то, нагар какой-то упал или еще что-то, я делаю вот так, беру комок вот такой туалетной бумаги. Коленвал вот, видите, с этой стороны. Прямо туда его так запихиваю. И тяну за ручку. У нас коленвал как бы забирает и вытирает там весь поддон этой бумажкой. Вот видите. Вот и все. И у нас там теперь чистенько и ничего постороннего нет. Берем новую поршневую, отставляем в стороночку наш бур. Наш культиватор. Берем кольца, берем поршень и одеваем их. Вот так вот. И второе. Вот эта стрелка на поршне, это указывает на направление выхлопа. Сейчас мы будем его устанавливать. Я еще раз покажу это вам. Стопорные кольца устанавливаем. Я сперва ставлю кольцо, которое к зажиганию, чтобы нам отсюда не запихивать потом. Беру круглогубцы, беру стопорное кольцо и устанавливаю. Туда его внутрь вот так как бы вкручиваю. Все четко у меня село туда. Берем палец, берем подшипник и туда его устанавливаем. Берем второе стопорное кольцо. И так же его туда заворачиваю. Стопорные кольца обязательно надо проверять. Чтобы сидели они четко, нигде ни грамма не выходила из пазма. Потому что иначе, если где-то оно село не четко, очень большая вероятность, что она у нас стопорное кольцо, я имею ввиду, выскочит в поршневую. И тогда все там перемолотит. Прокладку я, наверное, менять не буду. В принципе, нормальная прокладка. Прям так сейчас закрутим и порядок. Останно собираем. Самый такой ответственный момент. Мы не должны сломать ни одно кольцо. Опускаем. И берем наши болтики. Вставляем. Сильно сразу не затягиваю, потому что надо их все наживу лить хорошо. Хорошо. принципе с это вот уже начинаем обтяжку аккуратненько ничего не сорвать резьбу нигде теперь устанавливаем на место теплоизолятор вот он ставим назад прокладочку прокладка еще в порядке прикручиваем давайте сразу поставим на она даже карбюратор прокладку мы даже не будем снимать прикипела пока ничего не будем если заведутся и будет заведется будут проблемы тогда уже будем что-то решать сейчас пока просто забираем когда собираете карбюраторах устанавливайте тросик с этой стороны не перепутайте его вот так и заслонка видеть из должна быть цели стороны а не с этой карбюратор так сильно как поршни вытянуть не надо очень большой риск вытянуть вот отсюда с теплоизолятора гайки которые в пластике у нас вот теперь мы его переворачиваем чтобы поставить глушитель глушитель наш берем маленький шурупчик которым у нас вот здесь глушитель крепился его сразу подтягиваем хорошо его надо тянуть очень хорошо чтобы у нас не открутился и не залетел он туда в магнит заработал здесь у нас опять щетку подтягиваем в принципе поршневая наша поменена сейчас наша задача собор собрать кожух все как было изначально собрать назад крыло и пойти попробовать завести кожух поставил стараясь все делать максимально быстро потому что прекрасно понимаем что наши люди не любят долго даже просто смотреть не то что работать просто смотреть долго не могут поэтому делаем все быстро но аккуратно и качественно закручиваем назад винт из-за которого нам пришлось разобрать тут вот это все чтобы вы крутите на место закрутить вкручиваем свечу в принципе все сейчас соберем крыло поставим назад фрезы ручку поставим подсоединим провод зажигания сейчас мы еще фильтр поставим и пойдем как обычно заведем попробуем завести посмотрим как у нас как у нас получилось и что у нас получилось вот наш с вами мини культиватор на котором мы поменяли поршневую группу сейчас мы произведем запуск послушаем как работает как мы видим культиватор наш работает отлично заходите на наш сайт looktool.ru подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем удачи